Итак, друзья, в уроке номер 4 мы с вами как раз рассмотрим и проделаем практически выставление товара для продажи на ebay или другими словами, нашим с вами профессиональным языком продавца создание листинга. Мы с вами уже выбрали товар, который будем размещать для продажи, поэтому на сайте ebay нужно пройти в раздел мой ebay selling и переадресует вас на учетную запись продавца, где чуть ниже нужно нажать продажи товара. Перед вами откроется форма, как раз которую необходимо будет заполнить для выставления товара на продажу, но здесь я хочу обратить ваше внимание на очень принципиально важную вещь. Если ваш браузер переводит страницы на русский язык, то до начала работы обязательно поставьте «Показать оригинал». Почему? Потому что если вы не нажмете этого и у вас будет отображаться с переводом на русском языке, ваш листинг в итоге получится некорректный, неотображаемый, многие слова будут отображаться вообще как знаки вопросов, либо на непереводимом языке. И такой листинг придется либо удалять, либо редактировать этот имеющийся. Поэтому, чтобы не совершать таких ошибок, сразу установите нужный язык. Это английский. В первом поле title необходимо указать название. Здесь есть тоже такая фишка-секрет, которым я сейчас с вами делюсь. Все слова, которые вы будете вводить в этом поле, обязательно пишите с большой буквы. И название я рекомендую вам вводить не просто, например, семена бонсай, а набрать максимальное количество слов, как бы все относящиеся к этому товару, и в то же время они могут быть совершенно не связаны по смыслу. Мы с вами сейчас именно это и проделаем, и будем набирать все слова с большой буквы через Яндекс Транслейт на русском языке, и автоматически это будет переводиться на английский язык. Я наберу семена, можжевельника, выращивание бонсай, дерево, японский бонсай, китайский. Пожалуй, для начала этого будет достаточно. Посмотрим, что из категории нам предложит eBay, куда разместить это объявление. Вставляем. Далее необходимо нажать на Find categories, то есть выбор категории. И сам сайт уже нам предлагает некоторые категории. Значит, здесь мы выбираем те категории, которые нам нужны. Выбор одной категории, она бесплатно предоставляется, скажем так, да, вот в счет этого листинга. Если вы будете выбирать дополнительные категории, то тогда eBay будет брать за это дополнительную плату. В случае, если вам вот в данный момент при выборе категории нужна помощь с переводом, тогда вы можете, пользуясь переводом самой страницы, перевести на какое-то время на русский язык страничку, и после этого, опять же, поставить оригинал. То есть не забывайте, главное, чтобы исходные все вещи у вас отображались именно на английском языке. Вот, и можно пройтись по категориям, подобрав для себя наиболее удобную. Например, первая категория, двор, сад, первая категория, главная сад, двор, сад и жизнь на открытом воздухе, растения, семена и луковица, растения, саженца, бонсай. И, например, вот еще одну мы нажмем, посмотреть, что будет на следующей, кактусы с сочными семенами. Нет, нам это точно не подходит, я считаю, что первая категория более чем нас устраивает, поэтому сохраним таким вот образом. В принципе, если вы правильно определите категорию, то вполне достаточно и одной категории. Все объявления, которые я выставляла до сегодняшнего дня, я всегда выставляю только одну категорию. Нажимаем дальше кнопку, опять стоимо показать оригинал, нажимаем кнопку «Continue». После того, как вы нажали, далее нас переадресуют на страницу, где опять же мы видим выбранную категорию. Если вдруг вы сомневаетесь и примете решение назначить другую категорию, вы всегда можете с помощью нажатия на эту вкладку вновь вернуться к редактированию именно того пункта. Название еще раз смотрим. Да, все верно. Субтитры – это на русском языке, да, вот следующее поле субтитры, на английском показать оригинал. Также субтитл, понятно, в принципе. Вы можете сюда ввести дополнительные как бы характеристики, если считаете нужным. Это тоже будет с дополнительной платой 1 доллар 50 центов. Я этой опцией тоже не пользуюсь. Так, состояние, описание. То есть здесь обычно при создании других листингов, например, там часы, бижутерия, браслеты, заколки, там какие-то элементы одежды, ремни, посуда, то вот здесь будет всплывать такая дополнительная опция указать новые, не новые, с этикетками, без этикеток, бывшее употребление и так далее. Но здесь мы состояние никакого указывать не будем, потому что семена это, да. Следующий момент очень важный, это фотографии, то есть загрузка фотографий. Здесь важно отметить, что фотографии должны быть размером не менее чем 500 на 500 пикселей. Если фотография меньшего размера, она не загрузится, поэтому тогда заранее вам нужно будет просто подготовить нужный размер фотографии. Что касаемо фотографии еще, друзья. Ваше объявление будет отображаться в более высоких пасковиках и заслуживать большего внимания со стороны потенциальных покупателей, в том случае, если у вас первое – качественные фотографии, второе – уникальные фотографии и третье – отличающиеся фотографии. То есть что это означает все вместе? Во-первых, ставьте фотографии такие, которые максимально будут демонстрировать то, что вы хотите показать. Согласитесь, когда мы приходим покупать в магазин, мы имеем возможность вещь поощупать, потрогать, посмотреть, рассмотреть, в руках покрутить. То есть беря во внимание то, что мы с вами занимаемся электронной коммерцией, осуществляем продажи через интернет, соответственно, мы с вами как продавцы профессиональные должны понимать этот факт, что чем лучше и качественнее фотографии мы с вами разместим, демонстрирующие с разных ракурсов, с разным освещением, может быть, тем у вашего потенциального покупателя будет более максимально нарисована картинка и представление. И человека при качественных фотографиях это очень побуждает к покупке. Далее, уникальность фотографий, да, и неповторяемая. Это немножко сложнее, но, опять же, вы можете изменять немного фотографии, что-то дописывать на них, что-то там дополнительное накладывать более интересное. Она будет считаться как новая фотография, потому что все тоже индексируется, да, и ваша уникальность, то есть это неповторяемость. Тут тоже могу что еще дать такой совет. Например, на том же Алиэкспресс, когда мы с вами просматриваем комментарии, то некоторые покупатели, когда оставляют комментарии после совершения своего покупки, прикрепляют свою собственную фотографию, то есть фотографируют товар и присоединяют его сюда. Вот эти фотографии, они уникальны. Если вы видите, что фотография более-менее хорошего качества, то смело ее сохраняйте и тоже добавляйте ее при создании листинга, потому что такие фотографии, они тоже очень хорошо как бы демонстрируют, как вот вживую, в реалии выглядит этот товар. Теперь следующий момент. Мы с вами возвращаемся к нашему товару у самого поставщика. Что касаемо сайта Алиэкспресса. Здесь вот взять и вот так вот сохранить фотографию, опции нет. Я вам сейчас покажу способ, с помощью которого вы можете сохранять фотографии. Значит, вам нужно навести мышку, ну, на любое место фотографии, далее правой кнопкой мышки и самый нижний раздел «Посмотреть код». Перед вами откроется сам код сайта. Здесь, либо вот так же в горизонтальном меню, как у меня, либо у вас может отображаться в левом вертикальном меню, но это же самая последовательность вкладок. Нам нужно открыть под вкладку «Ресурс». Здесь в желтой папке «Фреймс» открыть папку с цифрами. И здесь уже выбрать вкладку «Имэнджис» – «Картинки». Прощелкивая картиночки по порядку, вы сможете найти именно ту картинку, которая вам необходима. И именно в том размере, которая вам тоже нужна. Вот, открылась картинка, которая нужна. Опускаем эту часть страницы вниз, и всегда под фотографией будет ссылка на сам ресурс, где она находится. Вот, открывается таким образом фотография, и уже в обычном, привычном, как бы, порядке. Сохранить изображение «Как» и сохраняете, куда вам нужно это сделать. Таким образом, сохранив все фотографии, будучи готовым к загрузке, мы на нашем ebay загружаем фотографии. Можно попробовать сразу две фотографии загрузить. Сейчас я добавлю еще одну фотографию, потому что у меня их три. Хотя, я считаю, чем больше, тем лучше. Бесплатно можно загрузить 12 фотографий. Если вам понадобится большее количество фотографий, то это тоже будет с дополнительной платой можно сделать. Так, выберем, какую фотографию поставим на главную. Я бы хотела, чтобы она отличалась от тех, что встречалось мне уже на ebay. Пожалуй, я оставлю вот эту, наверное… Нет. Пожалуй, я, наверное, вот эту фотографию оставлю. Так, нажимаем «Финиш», и вот здесь можно менять порядок фотографий. Какую поставить на главную? Нет, вот эта вот, она очень интересная такая. Я, пожалуй, пока поставлю ее, и потом проанализирую, какое количество просмотров будет. И уже дальше, если будет мне казаться, что маловато, можно поставить другую фотографию на главную. Вот как раз то, о чем я говорила. Ниже вы можете прочесть о том, что «Галерея Плюс» стоит 1 доллар. Дополнительная плата будет взиматься. Далее. СКП. Что такое код СКП? Это номер штрих-кода. Вы знаете, что, да, у многих товаров, у всех товаров есть свой штрих-код. И на самом деле это очень такая, особенно в Америке, популярная опция. То есть люди, например, гуляют по магазинам, видят там какая-то вещь, например, кроссовки, да, какой-нибудь фирмы, которая им понравилась. То есть они могут померить эти кроссовки в магазине, покрутить их, повертеть. Если они нравятся, они могут с помощью специальных приложений отсканировать штрих-код и посмотреть, где можно приобрести в интернете и сколько это стоит на eBay. И если дешевле, то человек идет просто-напросто дома, заказывает это через интернет или тут же сразу в онлайне со своего смартфона. Вот, поэтому указание СКП – это тоже очень хороший, во-первых, показатель вас как продавца, то, что вы указываете это. В том числе это, опять же, возможность большего количества клиентов у вас, да, и покупателей, что вас будет большее число людей находить. Значит, как это можно сделать, что я вам могу рекомендовать, где его взять, этот код СКП или УПС по-английски называют. Есть вот такой вот ресурс. Вы обязательно в курсу будете иметь файл в текстовом формате, где будут указаны все ссылки и на те ресурсы, которые я на протяжении курса упоминаю и затрагиваю. То есть вы обязательно получите это. Здесь вы можете найти по названию продукта. Для этого нужно, название пишется обязательно на английском языке. Мы снова возвращаемся к нашему переводчику. Я напишу семена можжевельника Бансай, чтобы по распространению не было. И вводите это название. И найдет эта система то, что у нее как бы зарегистрировано с подобными словами. А вот с таким поиском по делу не нашел. Вот с таким поиском семена Бансай просто. Здесь очень важно, друзья, самое важное, чтобы картинка совпадала один в один, не отличалась совершенно ничем, чтобы изображение на картинке совпадало полностью с тем, что вы хотите, на что вы ищете сам код. Мне предлагается здесь достаточно приличное количество на выбор. Но пока то, что мне необходимо, я не вижу. Мне не стоит труда как бы пролистать все, чтобы посмотреть и найти. Потому что если я смогу найти этот код для своего товара, это будет здорово. Что-то вот похоже с лесом. Нужно увеличить наше ли это дерево. Нет, похоже, это не наше дерево. Так, хорошо, дальше посмотрим. Теперь могу вам сказать, друзья, что эту опцию ее очень прекрасно использовать. Но если вам не удается найти штрих-код, то в этом нет ничего особо смертельного. Поэтому вы можете на самом деле это поле оставлять незаполненным. То есть это ничего в этом на самом деле страшного нет. Но если у вас получается найти код, это просто супер. Далее. Здесь вот уже в данном случае этого листинга пошли дополнительные характеристики, которые вот именно как бы к растительности подходят. То есть здесь вот, например, указать солнечный свет, листва какая, сезон и так далее. Если, конечно, это будет листинг в отношении, ну, например, часов, то вам система предложит необходимые для этой категории товаров поля для заполнения. И там ничего сложного, подобрать то, что действительно вам подходит. Я пока заполню пункты в отношении солнечного света. Полное солнце, полутень, в полной тени. Сосновые деревья – это полутень. Холодный, умеренный, сухой, субтропический, тропический, субтропики, тропики. Также можно добавить больше. Листва. Тип листвы. Вечно зеленый. Тип почвы. Торф. Ну, пожалуй, торф я оставлю. И, в принципе, торф, песок, физраствор. Нет, физраствор тут не подходит. Ну, вот я оставлю торф, песок. Сезонность этого дерева – это, в принципе, постоянно. Я не буду здесь ничего указывать. Зимостойкость тоже я не буду указывать, потому что это для комнатных растений. Полив. Средний. ПАЖ почва. Ну, нейтральная. И аспекты какие-то дополнительные, что тут нам предложат. На восточной, северной стороне, южной. Пожалуй, здесь не суть важна. Страна, регион изготовления. Тоже укажем сразу, где это, откуда семена. То есть, в нашем случае семена из Китая, поэтому мы и так и укажем Китай. Вы можете добавить бренд также, да, к определенным товарам, добавить свои собственные спецификации. Мы здесь тоже не будем ничего, как бы, выдумывать. Далее, друзья, мы подходим тоже к не менее важному. Это описание товара. Ошибка очень многих продавцов. Это причем некорректно, как бы, ну, по-предпринимательски, да, и это вообще некорректно по отношению к своему же листингу, потому что такой листинг будет сразу не... Сразу такой листинг, он не будет отображаться в топовых позициях. Это тогда, когда люди, допустим, берут, как нашли на ebay похожий товар, в наглую просто скопировали описание и его поставили к себе. Это неправильно, это даже более того понижает ваш рейтинг. Это и некрасиво, и это плохо для вашего же товара, да, то есть, ниже, как бы, он будет отображаться в поисковиках и, как бы, будет неценным. Вот. Для этого, для составления описания товара. Что я могу вам рекомендовать? Во-первых, используйте просто-напросто вашу человеческую позицию, то есть, как вы, как покупатель бы смотрели, что могло бы вас заинтересовать в этом товаре. Например, я здесь могу написать, прикоснитесь к культуре Китая и Японии, там, и дальше, допустим, что-то на эту тематику, да. Также вы можете, если, допустим, вы описываете часы, то можно написать стильный дизайн, вы будете довольны этой покупкой. Составляйте предложения короткие. Почему? Потому что русский язык и английский язык, он отличается, и правило построения слов в английском предложении, оно отличается от русских. Поэтому, используя тот же Яндекс Транслейт, наберите 5, 7, 10 предложений коротких, и спокойненько их сюда можете скопировать. Я заранее приготовила описание, я сделала, что, я немножко написала капельку от себя, далее я просто вообще зашла в Википедию и взяла оттуда очень интересную информацию, в том числе о истории, да, как появилась вообще эта культура бонсай. И покупателю это будет интересно, то есть, если появится человек, который заинтересовался этим, ему захочется прочитать, ему захочется приобрести этот дерево бонсай, он обязательно купит только благодаря этому описанию. Я копирую, и с помощью того же Яндекс Транслейт я сейчас это переведу на английский язык. Так, да, у меня полностью вставился текст. Теперь я скопировав английскую часть своего описания, вставляю его на сайте ebay. Здесь очень важно, друзья, возвращаемся, показать оригинал, это очень важно. Так, двигаемся дальше. И вот мы подошли к моменту, к стоимости. Здесь мы должны с вами обсудить ценообразование. Возвращаемся к нашему продавцу, и стоимость этого товара у него при самой высокой цене составляет 99 центов. Мы не будем обращать внимание сейчас на скидку, потому что, если мы будем оплачивать с указанной скидкой, то это значит о том, что мы заработаем еще больше маржинальной прибыли от своей продажи на ebay. Но отталкиваться мы с вами будем от основной суммы. Исходя из того, что мы с вами на ebay видели подобные семена, которые стоят в районе 180 рублей, это около 3 долларов, да, 2,5-3 доллара, а у нас 99 центов 1 доллар. То есть мы должны понимать, что если даже мы поставим такую же цену, то это будет плюс 250%. И здесь очень важно знать, что когда совершается покупка покупателем на ebay, то сразу в момент оплаты, когда покупатель оплачивает свою покупку, и деньги зачисляются на ваш PayPal счет, то сумма поступает к вам в ваше, скажем так, распоряжение менее чем 3,9%. То есть, другими словами, сам PayPal берет комиссию 3,9%. Округлим до 4% для простоты счета. И также, когда продажа совершена, и вы получили свою прибыль, ebay также берет налог с продаж, который составляет 9%. То есть, запомните, 9% и 4% в сумме 13% – это та сумма, которую вы должны будете заплатить от проделанной сделки, то есть, из которых 3,9% идет в PayPal и 9% – ebay. Поэтому этот процент мы также с вами должны закладывать в конечную стоимость. Давайте посчитаем. Если мы с вами установим стоимость 3 доллара, и от 3 долларов 13%, это будет в районе 40 центов, то, что будет удержано у нас, то, в принципе, такая наценка вполне нас устраивает. Лично я придерживаюсь такого принципа, то есть, чтобы выставлять товары именно с наценкой где-то, ну, 3 цены, чтобы было. С учетом налогов, с учетом, да, даже если допустить, что если цена там по какой-то причине может скакнуть, хотя вот я ни разу не видела, чтобы цена именно выросла, то есть, постоянно понижение. Понижение происходит. Здесь у вас будет всегда отображаться уведомление о понижении цен. Например, я вижу, что остался один день, и завтра цена должна вернуться к 0,99, но могу вам сказать точно, что завтра придет мне уведомление опять о понижении цены вот этого товара. Вот. Значит, мы с вами определились, то есть, с учетом сравнения цен с другими продавцами, с учетом налогов и комиссий, мы устанавливаем стоимость в 3 доллара. Обратите внимание, чтобы у вас стояла фиксированная цена прайса. Best offer – это когда, если вы сюда поставите галочку, то ваши покупатели смогут с вами, скажем так, торговаться, предлагать вам более низкую стоимость. Я рекомендую эту опцию не использовать. Кьюэлити – это количество. Здесь очень важно понимать, друзья, что так как у нас с вами, как у начинающих продавцов, существуют лимиты, и если у нас с вами 10 наименований товаров, возможно, в течение первых 30 дней, то, соответственно, если вы поставите здесь 2 товара, 2 единицы, значит, у вас останется для вашего поля творчества и создания других листингов 8 товаров. Если вы поставите 3, соответственно, останется 7 товаров. Поэтому я рекомендую ставить 1, а дальше, когда продажа уже будет совершена, вы можете в любой момент сделать релистинг этого же листинга, то есть еще раз его выставить. Вы определяете, на какое количество дней выставляете листинг. Я выставляю все листинги на 30 дней. Меньше это не имеет смысла, это больше нужно будет отслеживать, и 30 дней – это вполне достаточно для нормальной статистики листинга. Далее eBay говорит о пожертвованиях, и если вы хотите осуществлять пожертвование, то можете определить процент, в каком проценте, и здесь поставить галочку, снять вот эту галочку. У меня по умолчанию стоит о том, что я не хочу делать пожертвования. Селит how you'll be paid, то есть как могут оплачивать ваши товары, должна стоять галочка, что оплата должна проходить через PayPal. Здесь у вас проверьте, должен быть указан ваш адрес электронной почты, и, пожалуй, в этом разделе все. Следующий раздел – Ad Shipping Details, то есть здесь детали доставки. Так как мы с вами имеем возможность, сотрудничая с AliExpress, доставлять в любую страну, в любую точку мира, соответственно, здесь нужно выбрать, можете перевести на этом этапе для себя тоже на русский, чтобы вам было легче ориентироваться. То есть на русский – это квартира, одинаковая стоимость для всех покупателей, в переводе с английского. То есть это вот подменю вот самое верхнее. Следующий момент – ставим стоимость доставки 0, галочку «Бесплатная доставка» и эконом-доставка из Китая, Гонконга, Тайваня по всему миру от 11 до 35 рабочих дней. Время обработки далее необходимо выбрать. Я рекомендую не ставить менее 5 рабочих дней, потому что мы с вами должны подразумевать, что если даже вы сегодня по каким-то причинам не смогли увидеть информацию о покупке вашего товара, что у вас его купили, а это прошло, например, произошло через день, через два, то вам еще нужно будет время о том, чтобы пойти к вашему поставщику на AliExpress, отправить ему заказ, и он тоже его должен обработать. Поэтому ставьте желательно 5 дней. Можно было бы 10 ставить, и некоторые ставят 10 дней, но мне кажется, что 10 дней – это уже будет демотивирующим фактом таким по отношению к покупателю купить его. То есть он задумается, обратив на это внимание, что слишком долго ждать, 10 дней обработка, там еще 2-3 недели, а то и месяц доставка, вот это слишком долго. Хотя, кстати, знаете, друзья, мне задают часто вопрос о том, что недолго ли это 11-35 дней. Могу сказать, что нет. Если мы возьмем дропшиппинг по-американски, то доставка по этому принципу все равно где-то происходит в среднем течение недели. И дело в том, что люди, которые покупают на сайтах товары, они ментально, они уже заранее знают, что это по-любому ждать какое-то время. И люди, в принципе, готовы ждать. И есть товары, которые не срочного порядка, и человек вполне спокойно может купить дешево, его устраивает этот товар, его устраивает цена, и он готов ждать это время. Поэтому это совершенно нормально. И в том числе указываем международную доставку. То есть международные грузоперевозки, кроме территории США, их нужно продублировать. То есть то же самое, скажем так, до квартиры, одинаковые стоимости для всех покупателей. Ну, здесь имеется в виду, что не до квартиры, а некоторые товары кидаются в почтовый ящик, если это что-то совсем маленькое, негабаритное. А так это стандартный метод получения. То есть приходит извещение на почту человеку, человек берет эту квитанцию, идет на почту и получает по ней свой заказ. Корабль, да, то есть это вот, ну, другими словами, шиппинг, отправка. Во всем мире эконом-доставка такая же, то есть 11-35 дней, стоимость ноль. Далее детали упаковки, детали посылки. Я сколько составляла листингов, ни одного не заполняла. Но опять же, вы можете с помощью описания найти эти показатели, вот они, пожалуйста, размер посылки, и вбить их в этих полях. Я не указываю эти вещи, но вы можете это проделать. Вообще, чем больше, как бы, показателей вы будете указывать, тем, конечно же, лучше. Далее пункт расположения. Обратите внимание, то есть, если у вас указано, например, рассеет, то лучше поменяйте с помощью вот этой вкладки, нажав на нее изменить местоположение, укажите то, что потребуется. И нажав на кнопку сейф, сохранить, у вас будут правильные здесь показатели. Следующий момент очень важный. Политика возврата денег, либо товара, да, в случае возникновения спорных вопросов. Эта опция, она показывает защиту покупать, и ее тоже важно настроить. Поэтому давайте прочитаем. Все возвраты принимаются. Я, как продавец, соглашаюсь. Да, я принимаю обратно возвраты. Ваш покупатель должен связаться с вами в течение 14 дней после получения товара. Да, 14. Меня это устраивает. Я не хочу предоставлять больше. Я в своих товарах уверена. Хотя, можете здесь писать 30 дней. Это как бы еще больше побуждает человека к покупкам, потому что, если что, он защищен. Возврат будет передан как деньги обратно, то есть, возвращенные деньги, возвращенная перевозка груза будет оплачена покупателем и так далее. То есть, вот вы читаете эти пункты, и если вам нужно перенастроить и что-то изменить, вам нужно будет изменить ваше возвращение политики, то есть, изменить ваши условия для политики по возвращению товара. Ставите настройки и также на кнопку «Сейв сохранить». Все, мы заполнили все необходимые поля, все, что требовалось. Еще раз пройдемся, посмотрим. Все тут здорово. Ставим «Показать оригинал». Убеждаемся, что все-все у нас на английском языке. И вот, пожалуйста, смотрите, очень важно. Перевелось на русский язык, да, как мы с вами видим. Соответственно, мы это дело сейчас удалим и поставим вновь. Так, у нас на английском языке все как нужно. Все поля отмечены, бесплатная доставка. Еще раз я отмечаю, это для себя все заполнено. Великолепно. Нажимаем на кнопку «Континь». И тут мы видим, что дополнительных сборов за наше объявление не взымалось. Здесь у вас будет указана сумма текущего налога, который у вас есть, не от продажи данного товара в случае, если он продастся, а на момент, когда у вас уже прошли сделки, и вот этот вот налог, то, что 9%, как мы с вами говорили, который удерживает eBay от продаж, он выплачивается один раз в месяц. И вот на сегодняшний день, на текущий момент, у меня уже были совершены продажи, и вот этот 9% налог, он составляет 1,58 долларов. Это в моем случае на текущий момент. И меня, как бы, это поле, оно информирует, что на конец месяца у меня должна быть эта сумма на PayPal, автоматически произойдет списание этой суммы, то есть я оплачу счет, да, который я должна оплатить, вот эти самые 9% от моих продаж. Естественно, месяц еще впереди, и, конечно, эта сумма будет еще увеличиваться. Но это будет тоже для меня ориентированно, то есть, чтобы я знала, сколько денежек мне должно там на PayPal храниться, как минимум для обработки этого. Все, выпускаем страницу вниз, и ваш товар в список. Нажимаем эту кнопку, и вуаля. Наш товар находится в системе eBay. Посмотрим, как это выглядит. Здорово. Все то, что мы и хотели. Все фотографии красиво смотрятся, очень даже красиво. Все здесь четко заполнено, все верно. Вот так вот выглядит описание, достаточно подробное и интересное. Замечательно. Здесь я нажму две кнопки «Добавить в коллекцию», которая располагается у меня на странице, и подписчики моей коллекции, они увидят, что у меня появился новый товар. Я добавлю в коллекцию, и добавлю также в список наблюдения. Это тоже очень такая вещь удобная, как на Алиэкспресс мы нажимали «Любимые товары». Здесь это наблюдение, список наблюдения. То есть, также человек, допустим, заходит, когда к вам смотрят, он смотрит ваш товар, он видит, сколько человек уже наблюдает, например, за этим товаром. То есть, кто следит за этим товаром и запланировал, например, его покупку чуть позже. Что еще я рекомендую сделать? Чтобы как можно быстрее, как можно скорее, большее число людей узнало о том, что есть вот такой вот замечательный товар, вы можете воспользоваться кнопками социальных сетей. Поделитесь на своей странице в Фейсбуке, своей странице ВКонтакте и Твиттере. С помощью специального приложения вы можете поделиться своей пентаграмме. И это все позволит вам привлечь дополнительный трафик на ваши товары. Я желаю вам успехов и высоких продаж. И до встречи в следующем уроке. Итак, друзья, у вас совершили покупку? Я вас поздравляю! Именно в этом, в пятом уроке, мы с вами подробным образом пройдем весь процесс обработки покупки клиента, ее отправка и завершение сделки. Итак, как мы узнаем о том, что произошла покупка? Все очень просто. В правом верхнем углу, где изображен колокольчик, у вас высветится вот такое уведомление. Оплачено? Отправьте сейчас. Вы можете кликнуть на это объявление и вас переадресуют на страницу, где вы сможете увидеть адрес доставки вашего покупателя, куда нужно направить товар. Он находится вот здесь. Также вам нужно пройти в ваш PayPal и удостовериться о том, что платеж действительно получен. Вот мы видим дату и сумму. Нажав на эту вкладку, перед вами откроются также детали доставки и прошедшие оплаты. Здесь мы снова увидим с вами, куда нужно отправить. И полностью расписана сумма, за какой товар, с учетом комиссии, которую вы взимает за транзакцию PayPal. Вот такая сумма $23 у вас находится на аккаунте. Но нужно обратить внимание, что данная сумма заморожена. Объясню сразу и сейчас, что когда у вас произошла оплата и средства поступили к вам на счет за товар, eBay является гарантом по отношению к покупателю, к клиенту. Соответственно, ваша сумма вот эта будет заморожена. И это указано вот здесь. В данном случае оплата была 17 марта 2016 года и сумма заморожена на остатки до 7 апреля 2016 года. Это означает, что независимо от того, что получит ли на этот момент на 7 апреля 2016 года мой покупатель свой товар еще или пока что не получит, независимо от этого деньги будут разморожены. То есть, еще раз, деньги заморожутся на 21 день. Есть ли возможность увеличить скорость разморозки денег? Да, конечно, есть. Если вы очень быстро обрабатываете заказ и вы предоставили в течение первых суток информацию об отправке товара, в том числе с указанием трек-номера. Трек-номер – это код, по которому можно отследить движение посылки. То человек и покупатель нажмет кнопку «Получил товар», то в течение трех суток деньги будут разморожены. Либо другой вариант, если товар доставлен достаточно быстро, то есть ранее, чем 21 день, ну, например, через 2 недели. Человек сходил, получил свой товар, зашел в свой аккаунт eBay и нажал на кнопку «Я получил товар». Соответственно, в течение трех суток деньги будут разморожены. Данное правило, данное требование работает для продавцов, которые не прошли еще срок торговли своей, с начала первой продажи, более чем 90 дней. То есть в течение первых 90 дней вот такое вот будет ограничение. Итак, мы с вами видим, что оплата поступила. Вернемся в наш аккаунт продавца на eBay. Для этого нажмем, как обычно, «Мой eBay» и раздел «Продам». Здесь мы видим сначала список тех товаров, которые у нас выставлены на продажу. И ниже как раз мы видим список тех товаров, которые у нас купили, и их нужно обработать. И в том числе здесь мы ведем полный учет обработки нашего заказа. Вот, пожалуйста, данный товар. И выглядит он вот таким вот образом. Печать этикетки доставки. То есть вы можете напечатать эту этикетку, но мы с вами, так как работаем не на только американском рынке, не используя принцип международного дропшиппинга. Что мы с вами делаем? В первую очередь нужно нажать на вот эту подвкладку «Больше действий». И выбрать здесь пункт «Марка как грузили». То есть пометьте, что вы отгрузили товар. Как только вы нажмете эту кнопку, то в данном случае вы увидите появившийся и превратившийся из серенького вот в такой черный конвертик. В этот момент вашему покупателю пришло уведомление. Также у него в личном кабинете справа вверху колокольчик. И там загорается о том, что продавец отправил ваш товар. То есть покупатель уведомлен. Горящий черный знак денег, доллара, да, он говорит о том, что деньги действительно поступили. И вот эта галочка, она показывает о том, что покупка произведена, совершена. Дальше у нас остается серый карандашик со звездочкой и конвертик. Эти два пункта мы чуть-чуть попозже с вами обсудим. А сейчас перейдем именно давайте как можно скорее к тому, чтобы человеку был действительно отправлен товар. И мы могли предоставить нашему покупателю трек-номер и почтовую службу, которая обслуживает его покупку. Этот товар у нас поставляется продавцом с сайта Алиэкспресс. Поэтому мы с вами пойдем в Алиэкспресс. В очень удобном вложении «Мои желания» находится и этот товар. Я его нахожу из списка. Благодаря тому, что слева список картиночек, это сделать достаточно легко. И я нахожу свой товар. Прохожу непосредственно на страницу, где он продается. И нажимаю кнопку, то есть уточняю, ничего ли не изменилось. Все так же прекрасно, наличие есть. И нажимаю кнопку «Купить сейчас». В моем случае, так как я уже делала большое количество отправок, уже указан адрес. У вас может быть здесь поле либо аналогичное, либо сразу предоставится, куда отправить. Этот адрес мне явно не подходит, потому что совершенно покупатель из другой страны и совершенно другой человек. Поэтому я нажимаю «Редактировать». Еще раз нажму «Редактировать». И здесь я сейчас буду заполнять форму, которой необходимо указать все данные для отправки. Итак, имя получателя мы берем с PayPal, копируем и вставляем в нужное поле. Страна, в которую необходимо отправить. У нас это будет, посмотрим, страна США, поэтому выбираем, естественно, США. Соединенные Штаты. Далее вводим улицу, дом, квартиру. Точно так же все копируем. Далее нам нужно указать город. Мы его берем отсюда. Выбрать штат, область, края, регионы списка. Так, скорее всего, оно будет совпадать с названием города. Если вы не знаете, какой указать штат правильно, то вы можете по названию города и в той же Википедии ввести название города. И вам выдастся в любом случае информация. И я сразу вижу, что это штат Огайо. Охео по-английски. Поэтому выбираем данные названия из списка. Почтовый индекс мы также берем методом копирования. И если ваш покупатель не указал номер телефона, дело в том, что система данные не пропускает без номера телефона. Я обычно вбиваю цифру своего номера телефона. Далее обязательно нажимаем кнопку «Сохранить» и впредь предоставить по этому адресу. Это не суть, что в следующий раз нужно будет предоставлять по этому же адресу, но эту кнопку нажать обязательно нужно. Здесь мы видим уточнение по адресу. Если нужно что-то изменить, то нажимаем «Редактировать», изменяем нужные поля. Я делаю обычно еще следующим образом. Полностью копирую адрес дополнительно и сбрасываю его личным сообщением, дополнительным письмом для самого покупателя, потому что если вдруг я где-то допустила ошибку, то сам продавец может дополнительно подкорректировать, то есть чтобы он более точно удостоверился. Далее мы указываем количество, да? Если нужно больше, значит, мы здесь корректируем. И также это можно сделать в начале при покупке. Далее, если у вас есть купоны на Алиэкспресс, некоторые продавцы предоставляют купоны на скидки, то есть можете воспользоваться. Если нету, значит нету. В нашем случае нету. Все, общая сумма 0,44 цента. Оформить заказ. Может высветиться вот такое дополнительное окно. Со способами оплаты вы выбираете. Я пользуюсь банковской картой. Когда вы будете совершать это первый раз, вам будет предложено несколько вариантов. Плюс однозначно здесь сейчас не имеет смысла говорить, потому что некоторые продавцы принимают оплату с PayPal, некоторые только Alipay. Это с помощью через разные карты. в том числе работает прекрасно Яндекс.Деньги. Я лично пользуюсь Яндекс.Деньгами. И вот в данном моменте я сейчас буду пользоваться Яндекс.Деньгами. Western Union перевод. В общем, способов оплаты масса. Киви платежом можно оплатить. И вы в любом случае подберете тот удобный способ, который именно удобен вам. В любом случае все очень просто. Мы нажимаем кнопку оплатить. Оплата произошла успешно. После того, как оплата прошла, пройдите в своем аккаунте в раздел «Мои заказы». Здесь вы уже увидите в работе ваши заказы. То есть, именно через этот кабинет уже будет происходить ваше общение с вашим поставщиком. И отсюда мы будем передавать информацию для нашего покупателя. Вот заказ оформлен. Вот он в списке моих заказов. И здесь есть кнопка «Отменить заказ». Я этого, конечно, делать не буду, потому что мне нужна отправка. И теперь я, как покупатель по отношению к этому продавцу, жду для себя предоставленного кода отслеживания. Как только данный код будет мне предоставлен, мы его должны будем передать нашему покупателю. У меня сейчас есть еще один заказ, который нужно довести до завершения. Поэтому мы не будем останавливаться. Я на примере другого товара покажу вам, что нужно проделать. Когда мне предоставили код для отслеживания. Появляется вот такая кнопка «Проверить отслеживание». Нажав на нее, мы видим, во-первых, сразу всплывающий трек-номер. И в том числе мы можем просмотреть это здесь. Вот он, пожалуйста. Этот трек-номер. Далее нажимаем «Отследить посылку». Нас переведет на сайт, который помогает отследить почтовые отправки. Сам номер кода можно скопировать прямо отсюда или с других мест этого сайта, потому что он повторяется и здесь, и в том числе чуть ниже на сайте. В том числе он повторяется и здесь. Он идентичен. Далее идем в мой eBay. И там, где нужно вставить этот код для отслеживания, я нахожу этот заказ. И вижу здесь вкладку «Добавить». Нажимаем на нее. И открывается поле. И открывается окно с двумя полями. В первом поле нужно вставить именно трек-код. А во втором поле нужно указать перевозчику, который исполняет сейчас этот заказ. Для этого мы возвращаемся на сайт «Депосылка». Опускаем страницу вниз и видим почтовую службу, которая осуществляет обслуживание. Вставим на английский язык, то есть показать в оригинале на английском языке. Опять браузер меня заставляет выставлять все по-русски. И копируем название уже самой почтовой службы. Скопировав это, возвращаемся также на свою страницу eBay. Вставляем перевозчика. Сохраняем с помощью нажатия кнопки «Сохранить». Вот и все. Таким образом давайте проверим, присвоим ли трек-номер к этому заказу. Да, совершенно верно. Трек-номер присвоим. Если вдруг вы совершили ошибку, то с помощью добавления и редактирования можно исправить. Например, вы просто человеческие факторы могли перепутать и вставили другой код, который принадлежит другому товару. На этом по обработке все. То есть с этого момента вы можете не беспокоиться. Для себя вы самостоятельно можете также с помощью этих кодов отслеживать движение вашей посылки и получил ли ваш покупатель товар. Когда ваш покупатель получил ваш товар или незадолго до этого, я рекомендую вам писать сообщение обращения с просьбой поставить вам оценку вашей работы и отзывы. Для этого в контактном элементе нажмите на эту ссылку и вас переадресуют как раз на сообщение личное отношение этого товара к вашему покупателю. Вы можете написать, воспользовавшись Яндекс.Транслейтом. Здравствуйте! Прошу вас очень оценить мою работу, когда вы получите свой товар. И оставьте мне, пожалуйста, ваш отзыв. Что вы думаете о нашей сделке? Заранее благодарю. И человек в большей степени, когда он получит свой товар, свою покупку, если он доволен, он вам обязательно оставит положительный отзыв. А отзывы – это наш рейтинг. То, что для нас с вами крайне важно, как для продавцов. Когда покупатель вам оставит свой положительный отзыв, то вот этот значок серого конвертика станет черным. Что говорит, что человек вам оставил обратный отзыв. Также из значков, которые нам помогают обрабатывать заказы, есть вот такой карандашик серенький со звездочкой. В других заказах он у меня уже черненький. А чем это говорит? Это говорит о вашей благодарности, о вашем комментарии по отношению к вашему покупателю. И здесь есть кнопка «Оставьте отзыв». Все очень просто. Вы как продавец, нажмите на эту кнопку и дайте оценку вашему покупателю. Я поставлю, конечно же, положительный отзыв и комментарий с благодарностью. И опять же, воспользуюсь Яндекс Транслейтом. И напишу примерно так «Спасибо за вашу покупку, отличный покупатель и пожелаю успехов». Возвращаемся в эту строку, вставляем. И, конечно, я оставлю человеку положительный отзыв. Итак, друзья, через 21 день, если даже посылка будет идти гораздо дольше, вы получите свои средства, размороженные на свой PayPal счет. И можете ими пользоваться, потому что это ваши заработанные деньги. Ну что ж, друзья, мы прошли с вами сейчас все аспекты полностью наглядно. Осталось дело за малым. Делайте. Делайте продажи, выставляйте товары, зарабатывайте с помощью электронной коммерции деньги. Я уверена, что этот курс вам в полном объеме показал весь процесс, что нужно делать и как вы можете самостоятельно создавать и развивать свой бизнес в сфере электронной коммерции. Следующий урок будет бонусным. Мы поговорим о том, как вы, не дожидаясь первые свои 90 дней, можете уже заранее увеличивать лимиты, а, соответственно, выполнять больший объем продаж. До встречи в следующем уроке. Итак, друзья, вы прошли полностью курс, и теперь у вас есть вся информация для того, чтобы успешно и денежно зарабатывать с помощью продаж на ebay. И в этом шестом бонусном уроке я хочу с вами поделиться о том, как вы можете увеличить лимиты продавца, не дожидаясь окончания 90 дней. Итак, первая задача, которую вам нужно для себя поставить, это учиться создавать листинги, исходя из всего нашего курса. По мере того, как ваши листинги достигнут примерно 8 единиц, у вас в разделе «Мой ebay» и в учетной записи продавца будет отображаться ваши объемы продажи, то есть сколько единиц продано, сколько товаров выставлено на продажу и сколько еще доступно по лимитам вам выставления листинга. Примерно после того, когда вы сделаете 8 листингов, у вас появится вот такая вкладка «Запрос на увеличение допустимого лимита продаж». Вам нужно пройти по этой вкладке. Здесь вам говорится, что если вы хотите продавать на ebay, мы хотели бы узнать от себя получше. Нажимаем кнопку «Континью» и здесь выберите «Написать на e-mail». Напишите здесь запрос и напишите о своих намерениях. «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, мой логин в ebay такой-то и такой-то. Я относительно недавно зарегистрировался на ebay в качестве продавца и хотел бы обратиться к вам заранее о том, чтобы увеличить лимиты для своих продаж. Дело в том, что мои намерения очень серьезные, я планирую работать по принципу дропшиппинга и данное ограничение не очень удобно для меня. Могли бы вы, пожалуйста, рассмотреть мою заявку? После чего обязательно поставьте галочку, чтобы вам продублировалось на вашу электронную почту это письмо и нажмите кнопку «Отправить». Далее, спустя некоторое время, обычно это занимает до 48 часов, но могу сказать, что ответ на это письмо может прийти в кратчайшие сроки, даже в пределах часа. Поэтому следите за своей почтой. А также ответ от ebay вы сможете увидеть как на своей электронной почте, а также вот в этом разделе «Сообщение». Я хочу вам показать, какое письмо было выслано мне, когда я обращалась с таким же обращением. Письмо, кстати, я не сказала, можете вполне писать на русском языке, потому что в ebay есть также поддержка, работающая на русском языке и прекрасно отвечающая. Вам придет письмо примерно такого содержания. Спасибо за ваше обращение в службу поддержки клиентов сайта ebay относительно повышения лимитов продаж на нашем сайте. Вам представится оператор, кто с вами непосредственно ведет данную беседу, и я рада помочь вам и представить всю необходимую информацию. Чтобы запросить увеличение лимитов продаж сейчас, вам необходимо будет ответить на некоторые вопросы относительно вашей учетной записи. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы после этого. Решение будет принято в течение 7-10 дней. И будет перечислен список вопросов. Например, вопросы такие. Какие виды товаров вы хотели бы продавать на ebay? Напишите подробно, что за товары и фирмы-производители. Откуда вы будете получать товары? Как собираетесь продавать? Укажите конкретные имена дистрибьюторов или поставщиков. Какое количество товаров вы планируете выставлять на столице? Какова средняя цена на товары, которые вы продаете? Если у вас есть другие учетные записи ebay для покупок или продаж, а если вы зарегистрированы как компания, пожалуйста, ответьте на следующие дополнительные вопросы. Как называется ваша фирма? Есть ли веб-сайт или физический магазин? Укажите ваш идентификационный номер налогоплательщика. Я рекомендую вам не затягивать ответы на данные вопросы и взяться сразу за дело. Итак, вопрос, какие виды товаров вы хотите продавать на ebay? Напишите подробно, что за товары и фирмы-производители. Здесь вы можете либо действительно конкретно указать товары, если вы уже четко определились, с какими категориями вы желаете работать, либо вы можете дать ответ примерно такого содержания, что так как я только начинаю заниматься дропшиппингом и тестирую, какие категории товаров наиболее актуальны, поэтому я сейчас однозначно ответить на это не могу. Но мои предпочтения больше сейчас направлены к и перечислите 3-4-5 категорий товаров. Например, посуда, средства для дома, косметические средства, часы или что-то, то, что вам действительно интересно. На следующий вопрос вы можете ответить следующим образом. Какое количество товара вы планируете выставлять на сайте? Ответ вы можете написать следующим образом, что я планирую иметь несколько коллекций с разными направленностями. И для начала хотел бы наполнить эти коллекции по 5-10 единиц товаров. Не нужно тут сразу загибать палку, что я хочу иметь там 500, 1000, 2500 товаров. Объективно подходите, то есть это говорит о том, что вы тоже осознанно понимаете карьерный путь и развитие аккаунта, что не сразу накидать много-много товаров, а вы понимаете и ответственно относитесь ко всему. А какова средняя цена на товары, которые вы будете продавать? Можете ответить так, что ценовая политика на мои товары будет разной. Я хочу в ассортименте иметь как товары достаточно недорогие, в пределах, например, 5 долларов, в том числе и товары 500 долларов, если это так. То есть вы должны, конечно, ставить свои показатели и высказываться о своем мнении, своем видении. Если у вас другие учетные записи для покупок или продаж, нужно отвечать, что нет, не имею, и более того, вы не должны действительно иметь других учетных записей. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы компания eBay смогла оценить вас и ваши намерения. Если вы ответите более развернуто, вот действительно с позиции человека, я уверена, что eBay в ближайшее время вам даст положительный ответ. Еще раз желаю вам успехов, буду рада вам отвечать на ваши письма, буду рада видеть комментарии положительные, делитесь отзывами, делитесь результатами и всем высочайших продаж. Успехов, друзья! Успехов, друзья!